всем привет меня зовут алена и сегодняшнем видео я хочу сделать кормушку 1 буду делать с нуля ну а вторая покупная мое знакомство с кормушкой произошло в прошлом году когда в школе была акция помоги птичкам выжечь зимой и нужно было сделать кормушку совершенно из любых материалов можно было даже из подручных многие делали кто-то из пластиковых бутылок вырезал кормушку кто-то из пачек от сока я думаю очень многие так делали в детстве мне хотелось конечно же если уже делать то делать нормально на тот момент кормушку делал мой супруг я же и декорировала и мы ее повесили у нас во дворе год прошел с ней ничего не случилось птички кушают все отлично все хорошо опыт есть поэтому сейчас решила еще сделать ведь более что впереди зима да кто-то написал что птичкам все равно есть кормушка или нет но как по мне это и выглядит на улице красиво когда мы делаем нормальную добротную кормушку или скворечник также это очень сильно мне кажется влияет на развитие наших детей потому что они начинают заботиться они заботятся о птичках мы постоянно с дочкой выносим корм птичкам и также будем делать этой зимой поэтому если вам интересна эта тема оставайтесь со мной конечно в магазине продаются уже готовые кормушки не могу сказать что они какие-то там сверх дорогие если вы увидите ценник то учитывайте что это белорусские рублей не российские разные разные кормушки есть есть как кормушки есть к воречнике но когда у тебя есть материал ты можешь сделать самостоятельно то я не вижу смысла покупать также в фикс прайс продавались маленькие кормушки по-моему это было несколько вариантов но когда я уже покупала был только один я ее купила и буду сейчас ее декорировать вот так выглядел сам набор и там вырезана по моему это фанера на лазерном принтере удобная кормушка для того чтобы заниматься этими детьми потому что сложить ее в принципе может любой мне дочка помогала единственное единственное но были моменты где было очень очень плохо прорезано и приходилось дорезать самостоятельно поэтому вот в этом случае конечно понадобится помощь родителей а и и ну и по ходу работы я обнаружила что одна палочка на крыше тоже никак не помещается в отверстие поэтому в дальнейшем пришлось ее немножечко уменьшать мы собрали кормушку посмотрели как она будет выглядеть после чего приступили к окрашиванию но и нам пришлось снять крышу с кормушки чтобы внутри тоже хорошо покрасить я красила все лазурью в принципе лазурь это как маринка с лаком ну что то такое она дает и цвет и хорошее покрытие и защиту от влаги тем более она предназначена для наружных работ самое важно что она без запаха и можно работать с детьми как-то говорили что птички не любят запах они будут туда прилетать по прошлой кормушке я могу сказать так что если вы используете красители на водное слове акриловые лаки акриловые краски то запаха нету и птички туда будут прилетать я покрываю лазурью кормушку изнутри и крышу тоже внутреннюю сторону в тех местах где не очень хорошо держится я подклеиваю пва клеем чтобы она у нас была прямо надежная и не разваливалась красить я буду вот в такой бирюзово-голубой цвет это вообще патина а не краска но я давно ей пользуюсь и по крайней мере мне она нравится даже больше чем просто краска хотя возможно это в принципе одно и то же просто называется патина покрывая всю кормушку с наружной стороны можно использовать совершенно любые акриловые краски и еще если это дерево я бы даже использовала акварель или гуашь просто будет совершенно другой эффект и держаться будет хорошо потому что дерево в себя впитывает краску но тем более если дальнейшем покрывать сверху лаком то будет все надежно держаться я не дожидаясь высыхание начинаю собирать домик но конечно лучше подождать чтобы она хорошо высохла и как вы видите одна палочка никак не хотел туда помещаться поэтому с помощью наждачной бумаги я ее уменьшала и кое-как я туда и вставила и когда собрали весь домик начинаем декорированию сначала я думаю что просто покрашиваю голубой цвет и составили но у меня были вот такие пластиковые заготовки вообще я спросил у мамы откуда они вообще взялись у нас дома так как их было немало она сказала что еще в советское время она покупала их для того чтобы декорировать карниз так как они остались использовать их куда-то надо я буду использовать как в этой кормушке также следующее приклеивая все на пва клей и жду когда высохнет после чего я снимаю зажимы и буду красить если у вас нету таких штук а наверное наверняка многие скажут что таких штук нету то в магазине продаются молды делают из полимерной глины у меня нету молодов нету полимерной глины но я думаю что задекорировать можно еще чем-нибудь интересным сверху потом покрасить краской и смотреться будет интересно но возможно вы вообще придумайте какой-то красавой декор когда у меня все высохло просохла хорошо краской я буду состаривать и состаривая при помощи краски такого болотно-зеленого цвета это у меня акриловая краска туру и состаривать я буду в технике сухая кисть прохожу с кисточкой со всех сторон ну и по окончанию работы я еще добавила немножко золотой краски вот так выглядит моя кормушка и все что нам остается это защитить нашу работу от дождя это у меня будет аквалак он предназначен для паркета и пола он очень крепкий и я наношу его в несколько слоев чтобы кормушка на улице прослужила как можно дольше лак тоже на водной основе поэтому запаха у него нету и все первая кормушка готова но для второго варианта кормушки я использовала материалы которые нашла дома ничего не покупала какие-то остатки какие-то палочки и все размеры я оставлю вам в описании чтобы было удобно если вы захотите сделать подобную кормушку для второго варианта я решила использовать винные пробки спрашивали меня где взять собирать как я или возможно попросить где-то в кафе у кого-то кто-то знакомый работает или мне еще писали можно заказать на алиэкспресс я не смотрела не могу быть уверена в этом разрезаю сами пробки на две части и делаю я это при помощи ножа для хлеба мне кажется это очень удобно кто-то варит пробки кто-то нет я нет просто разрезаю для самой крыши я буду использовать вот такие две я даже не знаю как она называется не фанера но у меня они остались от работы я на них часто резала картон и выкидывать что-то не хочется буду использовать то что есть если где-то что-то испортится то в дальнейшем я это поменяю но конечно это не лучший вариант теперь приступаем к самой крыше я той же самой лазурью покрываю в три слоя с двух сторон для того чтобы защитить от дождя и уже сверху буду приклеивать сами пробки на клей титан побоялась я использовать в этой работе именно термо клей потому что эта работа предназначена для улицы и я не знаю как поведет себя термо клей когда будет дождь ну и конечно я как обычно делаю все задом наперед лучше всего приклеивать пробки на крыше уже когда вы соберете полностью весь домик потому что придется по ходу работы в некоторых местах их отклеивать чтобы присверлить крышу к основанию я сделал две заготовки и оставляю их сушиться а тем временем у меня была вот такая разделочная доска на которой я пробовала сверлить пробовала техники перевода картинки и тоже буду сегодня не использовать то что там есть дырочки ничего страшного выбираю размер намечаю и распиливаю зашкуриваю все края наждачная бумага и часть которую я отпилила я ее не выкидываю это будет у нас задняя стенка также я выпилила вот такие три бруска которые будут приклеивать на пва клей на основу после чего нам надо будет со всех сторон забить гвоздиками чтобы она держалась более надежно некоторых местах я подкрасила уже изначально но докрашивать буду потом клей схватился можно забивать гвозди так как я не умею сразу за гвозди забивать вот прям сразу я делаю дырочки при помощи сверла а затем вбиваю гвозди крышу тоже нам нужно соединить и прикручиваем мы на кусочек такой же рейки так как я говорила пробки лучше конечно приклеивать уже в самом самом конце работы мне пришлось их оторвать и теперь их приклеиваю обратно еще сверху я решила закрыть вот этот некрасивый край вот вот таким маленьким уголком который тоже нашла у себя дома он как раз туда хорошо подходит при желании можно сверху добавить те же самые пробки просто вырезать их нужной формы и не забываем покрыть рейку на которую мы прикручивали крышу кстати крыша у меня прикручена под углом 90 градусов еще нам понадобится ножки для нашей кормушки я выпилила вот такие четыре одинаковые заготовки под углом 45 градусов и приклеиваю их снизу после того как они у нас хватится я тоже хорошо со всех сторон забиваю гвоздями можно шурупами и уже как мы все закрепили мы можем быть уверены что у нас здесь ничего не развалится и я все крашу точно такие же вентиля я приклеила и на эту кормушку чтобы немножко сделать ее более красивой хорошо все закрашиваю состариваю при помощи той же самой краски и тоже добавляя золотого цвета можно конечно было поиграть цветом сделать где-то один цвет где-то другой но мне что-то хотелось сделать однотонным все что нам осталось это закрепить сверху крышу тоже ее сразу буду закреплять на пва клей а затем прикручивать на шурупы чтобы крыша хорошо держалась обратно приклеиваю пробки которые мне пришлось оторвать и на этом моя вторая кормушка готова я еще не делала крепления к ней потому что еще не знаю каким образом мы ее будем крепить на дерево возможно с помощью палки или возможно сверху добавим какую-то веревку так что по ходу работы посмотрим ну и вот у меня получились вот такие работы мне кажется на улице не смотреться будут здорово но если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал также не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать на следующие видео и до новых встреч пока пока а